Привет, друзья! С вами Екатерина Лакутина. Итак, друзья, сейчас послушайте очень внимательно. Это очень важно. Сейчас начинаются самые сложности технологии. Если ее нарушить, эту химию, то вы потеряете изображение. Просто ваш левказ будет трескаться и не будет держаться на доске. Для первого замеса, не слоя, а замеса для первого объема левказа, нам нужно сделать 10% желатиновый клей. Если ваш левказ кончится раньше, чем вы достигнете нужную толщину грунтового слоя, вам нужно будет делать следующий замес. И следующий замес должен быть всегда на 2% ниже предыдущего, иначе желатин будет тянуть предыдущие слои. То есть первый замес мы делаем 10%, а второй 8% и, если нужно дальше, 6% и так далее. Что такое десятипроцентный желатиновый клей? Это значит на 10 граммов желатина приходится 90 миллилитров воды. Соответственно, у нас пакетики по 10 граммов, поэтому лучше всего рассчитывать объем левказа, исходя из наших желатиновых пакетиков. То есть если мы возьмем 5 пакетиков, 50 граммов желатина, то сколько у нас должно быть воды? 50 умножить на 90 и разделить на 10. Это 450 миллилитров. Начинаем готовить левказ. Для этого нам нужно 450 миллилитров кипятка. Итак, друзья, мы в нашу емкость, в которой будем мешать левказ, высыпали 5 пакетиков десятиграммовых желатина и добавляем 450 миллилитров кипятка. Наш мерный стаканчик умеет мерить ровно 450, поэтому очень удобно. Выливаем и мешаем до полного растворения желатина. Дальше нам нужен художественный мел. Он выглядит вот так, в таких пакетиках, рассыпной, продается в художественных магазинах. Может надо как-то вот так выглядит, как мука по сути. Можно использовать строительный мел, но тогда его нужно предварительно просеять через сито, потому что в нем очень много крупных песчинок. И дальше нам нужно засыпать мел в наш желатиновый клей, но, к сожалению, это можно сделать только на глазок. Не можем мы померить точно, потому что все зависит от качества клея и качества желатина. Мы сыпем, но примерная пропорция будет один к двум, то есть на одну порцию клея две порции мела. Мы постепенно засыпаем и он постепенно оседает. То есть засыпали, подождали, пока осядет. Буль-буль-буль. Дальше еще часть засыпали, еще подождали. Засыпаем до тех пор, пока наш мел тонет. Как только у нас останется горка сверху, мы тут ускорим? Ой, да, конечно. Как вот он тонет? Ну да. Вот, видите, вот эта горка, она уже, в принципе, остается у нас. То есть уже она так активно не тонет. Я думаю, что можно еще чуть-чуть. Ну да, сыпьте в одно место, в серединку. Не надо распределять по всей поверхности. Просто в серединку клея сыпьте. Вот наша горка уже не тонет. И мы начинаем... Знаете что? Мы не начинаем. Нам нужно масло. И дальше нам в воду желатин и мел нужно добавить пластификатор, чтобы наш левказ был пластичным. Я использую художественное льняное масло. Ну вот на 450 миллилитров нужно где-то столовую ложку. Тоже, которая продается в художественных магазинах. В принципе, я знаю, что можно использовать мед. Но мне больше нравится замешивать на масле. И начинаем размешивать. У нас должна получиться такая консистенция, ну, такой очень густой сметанки. Мел надо хорошо размешать, чтобы не было комочков. Он... Не надо делать это миксером, не нарушайте дисперсию. Просто он разойдется, потому что вода горячая, а мел очень мелкий. Вот, посмотрите, какая получается консистенция. Только вот эти комочки мы сейчас еще поразмешаем. Итак, мы размешали наш левказ. Вот так он выглядит. Вот такой консистенции. Я мешала, наверное, минуты 3-4, чтобы все комочки разошлись. И первый слой мы наносим горячим левказом, обязательно щетиновой кисточкой, для того, чтобы вбить во все ячейки паволоки наш первый слой. Этот метод называется метод торцевания. То есть не намазывание, а торцевание. Все-все-все, хорошенечко мы должны промазать. Чтобы, вот видите, остаются такие пустоты. Это значит, не домазали. Должно быть вот так, никаких пустот. Если у вас какая-то волосинка попала, вытаскивайте ее сразу. Прямо вбиваем наш левказ в паволоку. Вот тут, видите, у нас есть неровности в доске. Это ничего страшного, они постепенно закроются несколькими слоями левказа. Конечно, чем тоньше будет каждый ваш слой, тем будет аккуратнее работа. То есть не надо слишком густые оставлять лужи. И еще, какое количество слоев нам понадобится? Ну, минимум нужно делать пять. В идеале от восьми, ну где-то восемь. Потому что еще наша доска будет шлифоваться, и тоже какое-то количество толщины уйдет. Если говорить в миллиметрах, то толщина левказа должна быть где-то три миллиметра. После шлифования три миллиметра леду? До шлифования. И где-то миллиметр мы сошлифуем. Итак, друзья, мы вбили первый слой левказа. Мы помним, что мы с вами левказим с двух сторон. То есть мы намазали первый слой, он сейчас высохнет. Мы перевернем и будем мазать с другой стороны. То есть мы чередуем одну сторону, вторую, одну, вторую. А не так, что сначала все с одной стороны, а потом все с другой. Если вы сделаете так, у вас доску поведет. Поэтому надо обязательно чередовать стороны. И левказу, каждому слою, уже не нужно сохнуть сутки. Он высыхает, ну, на глазок. То есть вот видите, он такой сероватый. Когда этот слой высохнет, он будет белый. То есть если все побелело, значит слой высох, и можно наносить следующий. И пока сохнет наш слой, мы левказ убираем в холодильник. Не потому, что ему нужно остыть, а потому, что он умеет прокисать. Соответственно, первый слой с другой стороны мы тоже должны нанести в горячем состоянии, в жидком. То есть мы достанем наш левказ, отщипнем кусочек, разогреем его на водяной бане. И сделаем вторую сторону. Все последующие слои, начиная от второго и дальше, можно левказить в холодном состоянии. Это я еще покажу как. Итак, для того, чтобы первый слой нанести на другую сторону, на паволоку, мы с вами берем наш левказ. Вот из холодильника, да, видите, он уже так под застыл чуть-чуть. Кладем его в посудинку. И в большую посудинку наливаем кипятка. То есть делаем паровую баню. Промазываем хорошо, вбивая между волокнами паволоки наш жиденький левказ. А с вами была Екатерина Лакутина. И мы увидимся в следующем уроке.